Девять юных столяров выполняют задания. Им нужно изготовить шиповое соединение в полном соответствии с чертежом и уложиться в установленные сроки. Столярное дело – только одна из пяти номинаций 10-го областного конкурса профессионального мастерства «Я-мастер». Школьники также продемонстрировали свои умения в 3D-моделировании, парикмахерском искусстве, швейном деле и журналистике. В состязание вступили 39 юных мастеров. К нам в гости приехали участники из Еллюзани и города Пенза, ЦТО. В номинации парикмахерское дело, мейкер и швея. И также, кроме учащихся центра образования и профессиональной ориентации, участвуют учащиеся образовательных организаций города Заречного. Конкурсантам нужно было выполнить разноплановые задания, показать не только практические умения, но и теоретические знания. Все вместе, два часа, полтора часа – это прическа и полчаса – это тестовая часть. Успеваешь, укладываешься? Ну, вроде да. В номинации парикмахерское искусство свое мастерство показывали шесть участниц. Им нужно было создать вечерний образ в славянском стиле. Девчонкам пришлось вспомнить, как выглядели прически славян и адаптировать их к современности и к требованиям конкурса. У меня это коса, в принципе, что для славян было, наверное, самое постоянное в прическах. И мы это как-то сделали, как бы подобрали там объем, сделали, чтобы это подходило под вечерний образ. За всем происходящим пристально наблюдали юные журналисты. По условиям конкурса им нужно было подготовить материалы о профессиональных состязаниях. Все очерки и статьи начинающих Акул Пера опубликованы в группе Центра образования и профессиональной ориентации в социальной сети ВКонтакте в рубрике «Я мастер. Журналист 2022». По итогам 10-го конкурса профмастерства школьников определили победителей и призеров в каждой номинации. В число лучших вошли 19 представителей нашего города.